Приветствую, братья! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Данный урок посвящен формам будущего времени в греческом языке. Это второй урок на данную тему. Если в прошлом уроке мы с вами рассматривали в основном глаголы регулярным образом, то есть с добавлением сигма, образующие будущее время, то в этом уроке нам встретятся глаголы, которые имеют несколько корней, или сонорные, или у которых есть какая-то трансформация в корне. Так что образование будущего времени в этом уроке будет посложнее, но важно, чтобы мы отрабатывали и сложные случаи тоже. Как всегда напоминаю, что вы можете смотреть это видео только после того, как самостоятельно выполнили все домашние задания. Даже если в процессе выполнения домашнего задания у вас возникают какие-то трудности, и вам хочется посмотреть в ответ, преодолейте это чувство, пожалуйста, сделайте максимум того, на что вы способны, и вот это усилие, которое будет затрачено даже в очень сложном случае, даже если вы ошибетесь при этом, поспособствует развитию ваших навыков работы с греческим языком. Но после того, как вы прошли этот путь, после того, как сделали максимум того, на что вы способны, пожалуйста, можете посмотреть и это видео тоже. Мы обсудим и как нужно было переводить данные предложения, ну и, может быть, попутно какие-то другие любопытные элементы, связанные с греческим языком. Итак, давайте по порядку с первого предложения. Я крестил вас. Обратите внимание на эго и потом аутос, личное местоимение, эбаптиса и так обозначает я крестил, но эго появляется, потому что из-за противопоставления я и он в предложении возникает эмфаза, такое ударение, поэтому я, да, в отличие от него, и он, в отличие от меня. Итак, я крестил вас, худете, слово вода в дательном падеже, и я напоминаю, что дательный падеж в греческом языке может переводиться либо с помощью, собственно, дательного падежа, ну что в данном случае не имеет смысла воде, либо с помощью творительного падежа водой, что неплохо звучит в данном контексте, либо с помощью конструкции с предлогом в, в воде, что тоже, в общем-то, в данном контексте возможно. То есть можно перевести я крестил вас водою, и я крестил вас в воде, и нам нужно будет сделать выбор, какой из вариантов оставить в переводе. Давайте мы к этому чуть позже вернемся, пока посмотрим вторую половину предложения. Он же баптицей. В данном случае с формой будущего времени глакола баптидзо, у которого корень баптид, если вы помните, и в будущем времени сигма съедает дельту, дельта зубная, и сигма съедает зубные согласные, и у нас получается баптид плюс сигма, ну плюс окончание а. Он будет крестить. А в настоящем времени этот глагол имеет форму баптидзо. Там из-за исторической согласной йоты дельта превратилась в дз. Поэтому баптидзо в настоящем и баптицей в будущем. Он же будет крестить вас. Н. Пневмотихагео. Предлог Н в греческом языке, конструкция с предлогом Н может переводиться как с помощью предлога В в чем-то, так и с помощью дательного падежа, обозначая некоторый инструмент. Прошу прощения, с помощью творительного падежа, обозначая некоторый инструмент. То есть вот, либо в духе, либо духом. Так что у нас в этом предложении есть такой, может быть, не очень простой толковательный выбор. Я крестил вас то ли в воде, то ли в водою. Но он же будет крестить вас то ли в духе, то ли духом. Учитывая, что на протяжении всего Нового Завета Н. Пневмоти – это стандартное выражение, связанное с крещением духом. И учитывая, что в ясных текстах, например, там послание Коринфянам, всем одним духом крестились в одно тело, дух выступает в широком смысле как инструмент, которым осуществляется крещение. То есть мы действием Святого Духа, крестимся, то есть погружаемся в тело Иисуса Христа. Вот это вот такое многократно повторяющееся выражение можно считать таким формальным термином для описания этого процесса. И тогда можно это перевести «Он же будет крестить вас Духом Святым». Ходоте по аналогии, если уж там идет речь о том, чем осуществляется крещение, то из некоторой параллельности этих фраз можно здесь предположить, что «худоте» водою – тоже неплохой перевод. Хотя некоторые вот все-таки оспаривают и переводят в «Духе Святом», но учитывая преобладающее Новозаветное употребление, Духом Святым кажется более вероятный перевод. Итак, «Я крестил вас водою», «Он же будет крестить вас Духом Святым». Второе предложение. «Апостолей хехиосту антропо тос ангелус аутун». Обратите внимание, апостолей с одной лямбдой. Мы, заучивая словарную форму, заучим его «стелло» с двумя лямбдами, так что изменения в корне уже нам подсказывают, что мы имеем дело не с настоящим временем этого глагола. У него корень «стелл», ну а по приставке корень «стелл», и корень с одной лямбдой встречается во всех временах, кроме настоящего, где лямбда удвоилась. Так как корень заканчивается на лямбду, преобразование в форму будущего времени здесь добавляется не сигма, а эпсилон. Ну, сигма исторически была бы, «с» суффикс, но сигма выпала. И это эпсилон сливается с дифтонгом «эй», стоящим на конце глагола, поэтому вот здесь мы видим, видите, облеченное ударение. И третье, единственное число, это лицо, единственное число будущего времени от глагола «постелло» пошлет сын человеческий, ту антропу, ну, сын человека формально можно перевести, но слово в родительном падеже часто используется как определение к тому слову, от которого оно зависит, поэтому «пошлет сын человека», какой человек и человеческий, ну, «сын человека» звучит не очень в русском языке, и сбивает с толку, скорее, это такая вот характеристика сына, ну, и когда Иисус говорит, конечно, отсылка к книге пророка Даниила, «пошлет сын человеческий ангелов своих». Третье предложение «Экей аутон обсистэ катос эйпен хюмин». В данном случае у нас глагол будущего времени «Обсистэ». Это глагол с несколькими корнями, и здесь единственный способ узнать форму этого глагола просто отдельно и специально выучить форму глагола для будущего времени. В настоящем времени этот глагол имеет вид «хорао», в будущем времени он имеет вид «опсумай». У него корень «оп» и добавилось «сигма», поэтому «п» плюс «сигма» дали «пси», поэтому «опс» и среднее окончание. Окончание среднего залога, я повторюсь, мы уже об этом говорили, появляются у довольно многих глаголов будущего времени, которые в настоящем времени, в тех же самых контекстах, в том же самом смысле, имеют окончание действительного залога. Это такая тенденция греческого языка ко многим словам, применять форму среднего залога при образовании будущего времени, причем на смысл это никак особо не влияет, и как мы переводили этот глагол «видеть» в настоящем времени, то же значение он имеет и в будущем времени. Ну и в целом у нас получается «кей». «Там его увидите, как он сказал вам». Четвертое предложение. «Ответил Иисус и сказал ему». Вот такое «ответил и сказал» довольно часто встречающаяся в Новом Завете конструкция. Некоторые литературные переводы, например, «сказал в ответ», или в некоторых переводах просто одно из этих слов пропускают, «ответил Иисус ему». Но апокрита имеет часто важное значение, связанное с развитием мысли в тексте. Оно появляется в таких поворотных моментах текста, где есть перемена точки зрения, ситуации и так далее. Иногда апокрита ответить появляется в тех случаях, где формально даже нет никакого вопроса, но как раз оно подчеркивает вот такое членение текста и для анализа повествовательных текстов с диалогами очень важное слово. Ну, пока, в общем-то, анализ дискурса не то, чем мы занимаемся, пока вот так. Ответил Иисус и сказал ему, «Если кто-нибудь, обратите внимание, тис без ударения, поэтому это не вопросительное местоимение «кто», а неопределенное местоимение «кто-нибудь», агапа мэр». Формально агапа – это форма сослагательного наклонения у вас. В рабочей тетради есть сносочка, это поясняющее. Почему сослагательное наклонение? Потому что в греческом языке союз Иоанн требует после себя сослагательного наклонения, но это наклонение мы с вами будем изучать уроков через 20, то есть еще совсем не скоро. Но вот у данного конкретного слова, форма сослагательного, ну и у данной конкретной формы сослагательное, наклонение выглядит так же, как и изъявительное, поэтому вы легко можете догадаться по поводу того, по поводу формы, что это третье лицо, единственное число. Если кто-нибудь, кто-то, любит меня, слово мое он будет соблюдать. В данном случае глагол «терео» в будущем времени. «Терео» видит «эпсилон» слитный глагол, «эпсилон» перед образующей временем перед сигмой удлинилась в эту, ну добавилась сигма, в общем-то очень легко узнаваемая форма «терео» «сэй». Слово мое он будет соблюдать. «И отец мой возлюбит его агапэ сэй». Видите, это уже агапау, а альфа слитный глагол, а альфа, как и эпсилон, удлиняется перед сигмой в эту. «Возлюбит его, и к нему мы придем». «Алелусом» – это еще один глагол, который имеет несколько основ и форму будущего времени, которого нужно заучивать отдельно. В настоящем времени «эхомай», в будущем «элелусомай». И ничего мы с этим не поделаем, просто как отдельное слово «элелусомай» вы должны выучить, заучить наизусть, если там пользуетесь карточками, компьютерными программами, как угодно, постарайтесь, чтобы это слово где-то у вас было добавлено, и чтобы возможность выучить это слово, так же, как и предыдущая «апсумай» у вас была. Ну, по поводу каких-то особенностей других переводов, это будущее время. В будущее время в греческом языке вид никоим образом не выражен, поэтому теоретически можно переводить и следующим образом. Если кто-нибудь любит меня, слово моё, например, он соблюдет или он будет соблюдать, и отец мой полюбит его или будет любить его, ну, и к нему мы придем. Ну, будем приходить, самый маловероятный перевод, ну, трудно уж придумать контекст, где это было бы осмысленно, а вот вариации будет, соблюдёт, будет соблюдать, или будет любить, или полюбит. Ну, вариации, в общем-то, возможны. Здесь они принципиально не влияют на смысл того, что мы переводим, ну, и просто смотрите, какой из вариантов звучит наиболее естественно, его выбираете. А пятое предложение. Так сытая де фуион, кай калэсэйсто онум ауту и сун. Аутузгарсосэйтон лаон ауту, апатон хамартион аутон. Она родит, родит же она сына, ну, или она же родит сына. Ну, почему она? Ну, это просто воспоминание о контексте. И калэсэй. Глагол калэл в будущем времени, исторически у него была основа калэл, потом в дегамо выпало, но из-за ее, как говорится, имевшегося присутствия, эпсилон перед сигмой не удлиняется, поэтому вот чуть-чуть отличается от остальных эпсилон-слитных глаголов. Второе лицо, единственное число, ты, в данном случае лучше поздно, наречешь имя ему Иисус, и будущее время здесь имеет явный оттенок повелительности. Ты наречешь в том смысле, что ты должен наречь ему имя Иисус. Вы помните, в греческом языке будущее время может выражать повеление. Ибо он спасет. Сосэй. У этого глагола корень сод. Зубная дельта съедается сигмой, поэтому в будущем времени получается со-с. В данном случае со-сай третья единственная. А в настоящем времени, из-за согласной, исторически из-за согласной йоты, дельта превратилась в джету, и форма настоящего времени этого глагола со-дзо. Поэтому со-дзо, но со-сэй. Он спасет народ свой от грехов их. Родительные падежи местоимения обозначают принадлежность, ну, в данном случае, это единственное число, принадлежность Иисусу, который спасет, множественное число, принадлежность народу, который грешит. Хотя формально слово лаун народ в единственном числе, но это слово так имеет собирательное значение, поэтому грехи их, и здесь местоимение множественного числа, вполне естественно, так по смыслу, согласуются со словом народ. Ну, это можно делать в греческом языке и в русском. Итак, она же родит сына, и наречешь имя ему Иисуса, ибо он спасет народ свой от грехов их. Это первая глава Евангелия от Матфея, это слова, обращенные к Иосифу. Шестое. Эук ойдате хотихо хагивой тон косман кренусин. Ук ойдате хоте ангелус кренумен. Два вопроса. Или вы не знаете, что? Святые, мир, кренусин. Глагол крену, судить. Это сонорный глагол, и у сонорного глагола мы должны быть всегда очень внимательны в отношении времени. В данном случае видите у с облеченным ударением, и это намекает на то, что здесь произошло слияние. поэтому кренусин, кренусин, формы настоящего и будущего времени у данного глагола отличаются только ударением. Или вы не знаете, что святые мир будут судить, не знаете, что ангелов мы будем судить. тут было третье множественное, здесь первое множественное, и опять-таки видите у с облеченным ударением, и глагол имеет форму по тому будущего времени. Ну и к тому же в настоящем было бы креномен, а просто омикрон соединение нагласное плюс окончание мэн, а здесь омикрон и эпсинус лебавятся вместе и дают дифтонг у. Ну и на всякий случай еще стоит отметить, что если вопросительное местоимение начинается с частицы у, у в данном случае, то это риторический вопрос, предполагающий ответ да. Ну в смысле да знаем. То есть когда Павел говорит «Разве вы не знаете или вы не знаете, что святые мэру будут судить», он предполагает, что эта информация уже известна его читателям, просто он призывает их сделать из уже известной информации правильный вывод. Если, кстати, нужно, чтобы предложение вопросительное требовало отрицательного ответа, то ставится частица мэ. Седьмое предложение. «Пантес пистелусусин эйсоутон кай элэусонтай хой румаёй кай арусин тонтопон хамон «Все уверуют в него». Гогол пистелус совершенно правильный, пистелу корень добавила сигма и таким образом образовалось будущее время. «Все уверуют в него». И элэусонтай «Придут римляне». Элэусонтай мы уже с вами встречались с этим глаголом. Это будущее время от глагола «эхамай», глагол с несколькими корнями «эхамай», элэусонтай «Так и нужно заучить». В данном случае это третье множественное. «И придут римляне и арусин». А вот этот глагол иногда трудновато узнать, потому что словарная форма у него айро, и нужно специально помнить, что «йота» добавляется в настоящем времени, а корень у этого глагола «ар». Если вы не просто запоминали его как айро, но еще и запомнили его корень, тогда вам легко, тогда вы сразу понимаете, с каким глаголом вы имеете дело. В настоящем айро, но в будущем «ар» это сонорный глагол, то есть сигма здесь добавлена быть не может, а «эпсилон» вот была съедена, и вот здесь мы видим результат слияния и заберут место наше. Итак, все веруют в него и придут римляне и заберут место наше. Ну, по контексту дал такой совершенный вид, ко всем глаголам очень хорошо подходит. Восьмое. «Ала эритис пос эгэрон тайхой некрой по и оде сом эрхон тайм. Эр – это будущее время от глагола лэго, третий разнокоренной глагол, который нам нужно с вами выучить. Опять-таки, заучивайте наизусть, но здесь третье единственное число, но скажет кто-нибудь. Тис безудавное, поэтому это неопределенное местоимение. Но скажите кто-нибудь, как? А вот теперь будьте внимательны, здесь хочется перевести что-нибудь типа как там «воскреснут мертвые» или еще что-то, но эгэй, эгэй, ронтай. Видите эту йоту? Йота добавляется в настоящем времени, да, корень у этого глагола эгэр, именно в настоящем времени у него форма эгэй-ро, поэтому это форма настоящего времени данного глагола. Обратите внимание на окончание онтай. У этого глагола эгэй-ро в действительном зналоге значение воскрешать, ну, поднимать, чебудить и так далее, воскрешать в том числе, ну, здесь речь идет о мертвых, поэтому воскрешать очень уместно. Страдательная форма этого глагола может иметь значение воскресать, ну, или может иметь значение, что кто-то воскрешает, то есть имеет значение страдательного залога. Поэтому как воскресают мертвые, или как воскрешаются мертвые, дальше в каком же теле, и опять обратите внимание, глагол настоящего времени не придут, а приходят. Очень часто студенты, почему-то переводя это предложение, делают ошибку. Да, весь этот урок про форму будущего времени, ну, и даже форму будущего времени вот здесь есть, но глагол настоящего времени тоже существует. Итак, но скажет кто-нибудь, как воскреса, совершаются мертвые и в каком теле приходят. Речь идет не просто о том, как воскресно, так далее, а просто как бы об общем принципе, как вообще такое может происходить, и поэтому вот из-за этого обобщения, видимо, избрана здесь форма настоящего времени. Девятое. Легий ауто «Эктустуматису креносе понредуле» Мы, кстати, в лекции чуть-чуть обсуждали это предложение, но давайте еще раз. Он говорит ему «От уст твоих» Ну, или «Эк» пореже, конечно, чем «Эн», но может иметь инструментальное значение и переводится просто творительным падежом на русский язык, поэтому в принципе можете перевести «Устами твоими» Крено, видите, где ударение, Крено настоящее, Крено будущее время. Я буду судить тебя злой раб, ну, или лукавый раб, может быть, более традиционный перевод, а здесь форма звательного падежа, видите, окончание эпсилона, эпсилон в данном случае, вот, злой, дурной, порочный, раб, а вот там дурновый раб, тут же сами можете подобрать синоним, который больше нравится. Ну, в данном случае, вот, что из материалов этого урока, Крено, сонорное будущее время, время, говорит ему, устами твоими буду судить тебя, дурной раб. Десятое предложение. диатута, диатута, мудрость мудрость Бога, Божия скажет, ну, сказала, Эйпен сказал, я пошлю к ним пророков. Обратите внимание, апостел с одной лямбой, сонорной, здесь было слияние, это будущее время, конечно же, я пошлю к ним пророков и апостолов, и вот здесь экс аутон, из них апоктенусин, в настоящем времени апоктей, но с йотой, которая добавляется для образования настоящего времени, в ненастоящем времени корень ктен без йоты, это уже подсказывает нам, что время ненастоящее, вот здесь произошло слияние н, сонорная согласная, это сонорный глагол, поэтому вот здесь мы имеем дело с формой будущего времени. Убьют, ну, перевести просто так, из них убьют, не очень красиво, явно подразумевается, что можно добавить в переводе что-то, типа, некоторых из них. Оно без этого понятно, и из них убьют, но нормально, некрасиво звучит по-русски, поэтому для красивого русского перевода что-то, типа, некоторых нужно добавить. Итак, в целом, поэтому и мудрость Божия сказала, я пошлю к ним пророков и апостолов, и некоторых из них они убьют. одиннадцатая тихо и какой апоктенусин тус агатус хои терусин тун номун тутэу кай агапусе пандас. Это сочиненное предложение, в этом учебнике обычно одиннадцатая, двенадцатая, иногда, но редко некоторые из последующих сочинены. и так ти в опросительной местами видите, в данном случае с удалением в среднем роде переводится что или почему. Почему кое-какой злые в данном случае прилагательное как раз субстантивировано, то есть, видите, оно не определяет никакое слово, а просто само по себе заменяет существительное множественное число. Почему злые убивают добрых? Обратите внимание, апоктей наусин йод увидите, это настоящее время. Почему злые убивают добрых? Не путайте, хотя урок про будущее, здесь не будущее. Хой тарусин, которые соблюдают закон Бога, тареу эпсилон слитный глагол, здесь эпсилон основы слилась, поглощена, и мы видим результат слияния, но обратите внимание, это именно эпсилон слитный глагол, это не будущее времени. Будущее время у этого глагола было бы тареу сусин, то есть это реу основа, эпсилон в это удлинилось, потом сигма, потом окончание усин, но это не тареу сусин, это трусин, это нормальная форма настоящего времени со слиянием. И АГПО С опять-таки здесь мы видим результат слияния, возникший в настоящем времени, в будущем время было бы АГП с видите, альфа бы удлинилась в эту и добавилась бы сигма, а здесь никакая сигма не добавилась, просто последняя согласная основа вот была подвергнута слиянию. Поэтому просто переводим и любят всех. В этом предложении вообще нет форм будущего времени, ну, наверное, оно так проверит, не попадетесь ли вы в ловушку и не переведете ли что-нибудь к будущему времени. Целиком он изучит почему злые убивают добрых, которые соблюдают закон Бога и любят всех. Двенадцатая тоже сочиненная н может иметь значение В или инструментальная, но со значением В здесь было бы немного странно, в устах моих большую мудрость я скажу, лучше перевести устами моими, большую мудрость я скажу или большую мудрость говорю, ну, сейчас дальше пройдем и посмотрим как легче будет перевести ла-ле-со ла-ле-о последний глагол многогласное слияние перед сигмой удлинилось сигму мы хорошо видим нормальная легко узнаваемая форма будущего времени и като-те-хо-зо и по всей жизни ро это будущее время от лего отдельный корень нужно заучить я буду говорить по всей жизни всю жизнь явно нужно перевести буду говорить а не скажу чтобы по контексту сочеталось о а вот здесь обратите внимание на то что т-соуз постпозиционный многие игнорируют этот факт ну там т-к-к и как-то не обращают внимания но т-постпозиционный союз и по смыслу он ставится вот сюда поэтому и поговорить и и о праведности и по-русски о пути истины о и праведности и пути истины так тоже конечно можно сказать но по-русски обычно предлог дублируется в таких конструкциях, так чуть естественно и звучит. Учитывая, что вот такое некое противопоставление, всю жизнь буду говорить, может быть, здесь лучше перевести скажу. Устами моими, большую, пусть будет великую, устами моими великую мудрость я скажу, и всю жизнь я буду говорить и о праведности, и о пути истины. Вот как-то так. Триватсто. И ты назовешь субботы святыми. Богу твоему. Здесь нужно небольшое такое пояснение. Во-первых, то саббота в винительном падеже, и хагия тоже в винительном падеже. Ну, видите, хагия без артикля, это саббота с артиклем, поэтому хагия не является определением, кто саббота. То есть, ты не назовешь святые субботы, а тут какой-то другой смысл. Так как вот есть одно слово в винительном падеже, есть другое слово в винительном падеже, но это не определение, то есть они самостоятельные слова, то мы вспоминаем вот такую, конечно, редко-экзотическую конструкцию, мы ее не так часто встречаем, но тем не менее описаны в этом учебнике в главе про винительный падеж, двойной винительный падеж. Некоторые греческие глаголы, и называть один из таких глаголов, регулярно встречаются с двумя словами в винительном падеже. В русском такой конструкции, как двойной винительный падеж, нет, и поэтому одно из слов в винительном падеже мы ставим в другой падеж, обычно в творительный. Иногда по контексту более уместны какие-то предложенные словосочетания, но творительный падеж чаще всего встречающаяся конструкция. И ты назовешь субботы, что субботы, кем-чем, святыми, Богу твоему. И не арейс, помните айро с йотой, но корень ар, и в будущем арейс. Сонорный глагол, здесь вот слияние, эпилон проглочено, ну, вот из этих всех фактов мы понимаем, что будущее время. И не поднимешь ногу твою на работу, и не скажешь, ну, тут ла-лео в будущем времени, эпилон в это удлинилось, так все хорошо видно, слово во гневе, ну, экту стоматусу, опять же, мы встречались уже с этим, лучше перевести инструментально, устами твоими. То есть, и ты назовешь субботы святыми Богу, и не поднимешь ногу твою на работу, и не скажешь слово во гневе устами твоими. Все глаголы будущего времени, но напоминаю, что особенно в Ветхом Завете, или в цитатах из Ветхого Завета в Новом Завете чаще всего, будущее время может иметь повелительное значение. Поэтому не называй, не поднимай, не говори, вполне нормальный перевод для данного предложения. Нужен широкий контекст, чтобы решить, как лучше перевести, как предсказание или как повеление. Всегда помните, повелительное наклонение, повеление может быть нормальным значением для форм будущего времени, особенно в Ветхом Завете, или при использовании Ветхого Завета в Новом. Четырнадцатое. То хюдер ауто пистон. Басилэ метадоксис обсястэ. Кайхэпсюхэр хэмон метэлэсэй фобум куриум. Довольно сложное предложение, особенно при отсутствии контекста, совершенно незнакомого нам контекста, и довольно сгорявое по своей структуре, непривычное по своей структуре, поэтому переводим как переводим, то есть постараемся сделать максимум того, на что мы способны. Итак, то хюдер ауто, вода его. Теперь пистон. Слово пистон, прилагательное пистон, без артикля. То хюдер с артиклем. Поэтому это не определение к слову хюдер. Стандартная конструкция для определения, это артикль, существительный артикль определения, или артикль определения, существительное, ну или изредка существительное артикль определения, но не такая конструкция. В такой конструкции, да, когда у существительного есть артикль, а прилагательного нет, прилагательное является именной частью сказуемого. Это утверждение. Вода его верна. Ну, что бы это ни значило, но вода его верна. Точка запутана. Басилея. Вот слова царь и царство очень часто путают. Ну, и многие делают ошибку при переводе, переводят это как царство. Но басилея, царство, всегда слово содержит йоту. Басилеи – основу слова царства, ну и там потом соответствующие окончания басилея и так далее. Вот. А здесь йоты никакой нет. Это басилеус. Ну, когда-то была основа басилеу с дегамой, который, вот, басилеус превращается в у, а в каких-то падежных формах просто выпадает. Поэтому басилея – это основа, а окончание – ввинительный падеж. Царя. Со славою вы увидите. Оп-сесте – это будущее время для глагола хорао. Многокоренной глагол, мы его уже сегодня встречали, поэтому так и заучивайте. Хорао – оп-су-май. В данном случае – оп-сесте. Второе нужно. Итак, царя со славой вы увидите, и душа ваша научится страху Господа, страху Господнему. А не падежно определяет слово. А страх можно перевести прилагательным к Господнему. Итак, вода его верна. Царя со славой вы увидите, и душа ваша научится страху Господнему. Что бы тут ни обозначала верная вода. Фятнадцатое. Хоть иос эстин курьос, кай аутос уйден, кай Исраэл аутос носистай. Бог есть Господь. И Он знает. И Израиль сам. Обратите внимание, слово аутос, стоящее при имени собственном, имеет значение сам. Поэтому Он – это не Он, это значение Сам. Посмотрите, если подзабылось урок, посвященный трем разным значениям. Аутос у нас был отдельный урок про Аутос. Сам по себе Аутос имеет значение Он. Он со словом, с артиклем, с именем собственного, с местоимением. Когда Аутос стоит при них, имеет значение Сам. Если перед Аутос есть артикль, то имеет значение Тот же Сам. И Сам Израиль. Гносетай. Гносетай – это будущее время от глагола Геноско. Мы в уроке, в лекциях чуть-чуть его обсуждали, довольно такой сложный глагол. Во-первых, у него там удвоение сизы, добавление Мьоты происходит. И корень Гно превращается в корень Гигно. Потом вторая Г исторически выпадает. И Гино получается. Хотя, если вы будете читать чуть более древнюю литературу греческую, чем Новый Завет, Гигно – форму вы легко увидите у многих греческих авторов. Язык у нас на глазах развивается. Но Гигно и еще суффикс СК типичный для настоящего времени. Поэтому Гино-СКО, но Гно – корень, Сетай – будущее время, просто непосредственно, корни Гно. Образуется, добавилось Сигма. Ну и что касается формы среднего залога, в данном случае, так же, как и к Собсомае и некоторыми другими глаголами. Вот это вот движение в сторону среднего залога для будущего типичного здесь тоже случилось, но по значению ничем не отличается от знать в настоящем времени. Итак, Бог есть Господь, и Он знает, и Израиль Сам узнает. Опять же, нужен более широкий контекст, чтобы понять, о каких там знаниях, там и идёт речь, ну или, жаль, будем знать, но вот так. Что касается слов Оида и Гино-СКО, то они могут быть синонимами, и во многих контекстах они употреблены синонимично, но некоторые отмечают, что Гино-СКО больше акцент делает на знания, приобретённые на опыте, а Оида больше акцент делает какие-то такие вот внутренние знания из размышления, из умозрения, из там, и ещё какого-то такого состояния. Ну, может быть, в данном случае это, конечно, имеет смысл. Богу не нужно на опыте что-то узнавать, а Израилю на опыте приходится приобретать знания, и, может быть, по этому разница. Ну, и наложение между этими словами по значению тоже довольно велико. Шестнадцатое. КАИТАТИК НА УТЕС АПОКТЕНУ ЭН КАНАТО КАИ ГНОСУН ТАИ ПАСАИХАИ ЭКЛИСИЯИ ХОТИ ЭГУ ЭМИХО ЭРОНОН НЕФРУС КАИ КАРДИАС КАИ ДОСУ ХМИН ХЕКАСТЕ КАТАТА ЭРГА ХУМО И ДЕТЕЙ И ЕЁ ТЕК НА УТО АПОКТЕНУ С формы настоящего времени у этого глагола АКПОКТЕЙНО С ЙОТОЙ Но ЙОТО добавляется в настоящее время, а в других временах её нет, так что мы уже понимаем, что это не настоящее время. Это сонорный глагол, поэтому вот ЭПСИЛОН, ОСТАВШИЕСЬ ОТОБРАЗУЮЩЕ ВРЕМЕНИЕ, СЛИЛАСЬ СОМИГАЙ, и мы вот по ударению видим результат слияния, «ДЕТЕЙ ИЁ Я УБЬЮ СМЕРТЬЮ». ТОНАТО. ЭНУ здесь лучше не «УБЬЮ В СМЕРТЬЮ», а «СМЕРТЬЮ» перевести инструментально. Ну, «ПОРАЖУ СМЕРТЬЮ», может быть, по-другому, чуть более литературно можно перевести. Ну, понятно, что убить ничем как смертью там особо и не получится, в таком широком смысле, но это явно усилительное. Мысли точно умру, они точно будут умертвлены, да, ну, как лучше смотрите, как литературно, если хотите перевести. Но «ДЕТЕЙ» это «УБЬЮ СМЕРТЬЮ». И узнают все, видите, опять глагол «геноску» в будущем, корень «гно», «с», в данном случае множество значит «зо», и узнают все церкви, что «я», видите, такое «эгоэми», но «эми» глагол и так обозначает «я есть», поэтому «эгоэми» здесь явно эмфатическое, что «я» есть, испытывающий мысли и сердца, и «я» дам вам каждому по делам вашим. Ну, в данном случае, наверное, «воздам» красивее бы чуть-чуть прозвучало, «я» дам вам каждому по делам вашим. Это из книги «Откровения». И детей ее убьют, смертят, и узнают все церкви, что «я», испытывающий мысли и сердца, и «воздам» вам каждому по делам вашим. Семнадцатое. Это предложение тоже приводит к некоторым трудностям, и давайте очень так внимательно его переводить. «Итак, он, не только его давайте называть Господом». «Почему я так перевел?» «Господа?» Ну, вот тут винительный падеж, если я так переведу, будет. «Итак, давайте не только его называть Господа», и как-то не очень осмысленная фраза, но здесь мы тоже имеем дело с конструкцией двойного винительного падежа. «Аутон» в винительном падеже и «кюрён» в винительном падеже. Мы не можем оставить в условии называть два винительных падежа. Нам нужно один из них поменять на отворительный. Остаётся в винительном падеже местоимение, если оно есть, как здесь, или имя собственное, или слово с артиклем. В данном случае, вот, есть местоимение, его оставляем в винительном падеже, остальное меняем. «Итак, не только давайте называть его Господом, ибо не это спасёт нас». Гогол «содзе», мы уже с вами его сегодня обсуждали, корень «содзе», в настоящем «содзе», в будущем съедено с «сигмой», поэтому «сос», «сосей». Он подразумевается, видимо, по контексту, что давайте не только называть его Бога Господом, ибо не это спасёт нас, но и что-то там делать. Восемнадцатое. «Блаженны чистые сердцем». Ну, «блаженны» почему «хой», «которой». С артиклем в данном случае, вот, чистое прилагательное, субстантивировано, вот, ну, и стало подлежащим. А «макарио» без артикля. Поэтому «макарио» не может им быть определением слову «хой», «которой», оно является именной частью сказуемого. В таких конструкциях обычно прилагательное приводится к краткой форме прилагательного. Ну, как вот здесь вот выше, да, «вода его верна». Верная даже, верна, чтобы подчеркнуть, что это вот часть сказуемого. Так и в данном случае «блаженны чистые», здесь «дательный падеж» «сердцу», «сердцем», «в сердце». Ну, «дательный падеж», особенно «недушевелённых», «существительных», имеет такое значение «сурки», в отношении, там, «чего» верно какое-то утверждение. В данном случае, вот, чистота в отношении сердца. «блаженны чистые» «сердцем», «потому что они Бога увидят». «Опсунтай» — это будущее время от глагола «хурао». «Хурао» — «псунтай», «заучивайте». Прямо «залучивайте» вот так. Ну, уже несколько раз она сегодня нам уже встретилась. Девятнадцатое. «Ал-эрэйтис» «Но скажет кто-нибудь». «Эра» — «будущее время от глагола «легу». «Заучивайте». «Но скажет кто-нибудь». «Су пистин эхэйс» «Каго эргаэхо» «Ты веру имеешь» «И я дела имею» «Дэйксун мой тэн пистин су» «Харис тэн эргон» «Каго суй дэйксу эктон эргон му тэн пистин» «Покажи мне веру твою без дел» «И я тебе покажу из дел моих веру» «Су пистэлээйс» «Хоти хэйс эстин хотэос» «Эйс и хэйс» не перепутайте, обратите внимание на предыдыхание «Ты веришь, что один есть Бог» «Хэйс каос поэйс» «Харошо делаешь» «Паэ» «Эпсинус литный глагол» «Две эпсинус лились» «Эпсинус, точнее с дифтонгом A» «Слилась» «Видите ударение облечённое есть пэйс» «Кээта даймония пистэусин» Какая фрисусин. И бесы веруют и трепещут. Но скажет кто-нибудь, ты веру имеешь, я дела имею, покажи мне веру твою без дел, и я тебе покажу из дел моих веру. Ты веришь, что один Бог есть Бог, хорошо делаешь, и бесы верят, и трепещут. Это одно из самых сложных элементов при толковании этого текста, или спорных элементов, это найти ответ на вопрос, где закачиваются слова этого кто-то. Ну, скажет кто-то. Ну, начались эти слова, мы можем двоеточие, кавычки поставить, и докуда они продолжаются. Некоторые толкают так. Ну, скажет кто-то. Ты имеешь веру? Вопрос здесь ставят. А все остальное считают ответом Иакова. Некоторые считают, ты имеешь веру, я имею дела. Здесь заканчивают речь, а потом ответы Иакова. Ну-ка, покажи-ка мне все это. Вот. Ну, и так далее. И некоторые считают, что прямая речь, то есть слова противника Иакова продолжаются прямо вот до суда, до конца предложения. А почему так думают? Если вы помните, то следующее предложение начинается. Ну, хочешь ли знать, неосновательный ли человек, что вера без дела мертва? И вот это «хочешь ли знать» кажется началом ответа на возражение, к тому же такая конструкция «кто-то скажет, и хочешь ли знать», она достаточно хорошо зафиксирована в греческой литературе того времени. Поэтому весь этот пассаж может быть высказыванием не Иакова, его противника. Конечно, все любят цитировать это вот «бесы веруют», это «пещут» и так далее при размышлении о каких-то вещах. Но все-таки это не утверждение Иакова, скорее, это утверждение того, с кем он спорит. Не то, чтобы неверное, да, но просто вот это все большой полемический аргумент с целью развести веру и дела, которому потом дальше Иаков противостоит. Кстати, интересно, просто, ну так, к слову, но «один есть бор», да, это вот явно такая отсылка к главному исповеданию Израиля, «слушай, Израиль, Господь, бор твой, Господь един, есть» и так далее. Так что вот такая еще интересная одна отсылка к иудейскому контексту. Ну, ладно, толкование – это отдельный вопрос, а вот кажется, что у нас глагол один лишь здесь в будущем временем. Ну, понятно, что там «дейксо» – это тоже в будущее время, но вы этот глагол просто не учили, а большая часть глаголов здесь в настоящем. Двадцатая. Двадцатая. «И антас энтоласму терэсэте, менэйте энте агапэму, катэш эго тас энтоласто патросму тетэрэка, кай мено ауту энте агапэ». Если заповеди мои вы соблюдете, прийти первое внимание, менэйте, глагол мено, сонорный, конечно, мы будем сразу внимательны к ударениям и слияниям. Это не менэ, не менэ, а менэйте. Вот здесь результат слияния, образующий времени для сонорных, эпсилон соединительной гласной. Это форма будущего времени от мена. «Прибудете в любви моей, как я заповеди отца моего соблю и пребываю», обратите внимание, ударение, здесь никаких следей, «и пребываю в настоящее время». Тут по-русски нам придется переставить слова, чтобы хоть был какой-то смысл «его в любви» не звучит совершенно. Ауту явно определение к слову «любовь», но оторвано от него и отнесено в сторону, чтобы на ауту сделать больше акцент. «Прибываю в его любви». И вот это вот «его» очень акцентированное сделано за счет того, что так далеко отнесено от определяемого слова. Итак, «если заповеди мои вы соблюдаете, пребудете в любви моей, как я», кстати, «эго» тоже эмфатическое, «заповеди отца моего соблю и пребываю в его любви». Ну что ж, мы с вами посмотрели предложение, где встречаются разные формы будущего времени, много сонорных глаголов, много глаголов с несколькими корнями. Ну, даже не все глаголы в греческом Новом Завете, все-таки в этом уровне сконцентрированы такие особенные формы, но довольно часто встречаются. Поэтому будьте внимательны к изменениям в основе, к усонорных особенно, к результатам слияния, смещения ударения, появления дифтонгов и так далее. Ну, при аккуратной, внимательной работе все-таки формы вполне распознаваемы. Хорошо, спасибо за внимание. Благословений! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...